Традиционно первая часть соревнований теоретическая. Все проходит как при сдаче госэкзаменов. Каждая команда получает свой уникальный билет с вопросами, никаких подсказок. Сотрудники пожарной службы следят, чтобы участники не пользовались телефонами или шпаргалками. На проверку знаний дают 20 минут. Первыми ответы сдала женская команда отделения 2190 завода в НИЭФ. Девочки справились с теорией меньше, чем за две минуты. Билеты были достаточно простые для нас. Мы готовились, учили, учили всю ночь напролет. Мы вообще участвуем в подобных мероприятиях пятый год. Четыре года занимали первое место. Надеюсь, в этом году нам повезет. Как бы не сгласить. На удачу надеются и ребята из научно-исследовательского института измерительных систем имени Седокова. Они впервые принимают участие в подобных соревнованиях. Мы входим в добровольную команду, в дружину. И вот нас всех, так сказать, команды из НИИСа тоже прислали сюда, чтобы мы участвовали и добились, может быть, каких-то результатов. Практическая часть соревнований проходила в четыре этапа. На первом сотрудникам ядерного центра было необходимо подсоединить пожарный ствол к рукаву, пробежать с ним 50 метров и отсоединить в специальном коридоре. Следующий этап у нас – это тушение бочки, кошмой. Опасный этап, сказал бы сразу. Участник на третьем этапе бежит с огнетушителем уже и тушит противень. Именно третий этап стал для всех команд самым тяжелым. Его участникам предстояло пробежать в настоящем амундировании пожарного – в боевке, каске, сапогах. И ликвидировать возгорание с помощью огнетушителя. Ну тут и погодные условия влияют, потому что может быть и ветер тоже поднять, пожар, огонь. То есть огонь – это дело такое непредсказуемое. Если на других этапах человек может как-то повлиять на ситуацию, здесь уже делал случай, как повезет. Четвертый этап – транспортировка человека. Девушкам необходимо пронести манекен весом от 40 до 60 килограммов на носилках. Мужчина спасает условно пострадавшего, перекинув его через плечо. Всего в этом году в соревнованиях приняли участие 25 пожарных расчетов. Задания для всех были одинаковые, максимально приближенные к ситуациям реальной жизни. И все участники успешно справились с ними. Мария Рунечка, Станин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров-24.